МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На площадке чемпионата атмосфера улицы. Приглушенный свет фонарей, парни и девчонки в спортивной форме, кидающие мяч в кольцо. Такой формат классического баскетбола 3 на 3 начал стремительно набирать обороты в начале нулевых, в том числе и в Удмуртии. Республика уже во второй раз принимает на своей арене чемпионат России. Баскетбол 3 на 3 у нас культивируется только как уличный формат, как летний формат. То есть мы играем чемпионат Удмуртской республики 3 на 3 летом. В основном это проходят любительские команды. И нам было интересно, как это все выглядит на таком профессиональном уровне. В этом году в состав команд участников впервые вошли местные баскетболисты. И Матвей! Дырзли! Есть! Для парней это колоссальный опыт. На одной площадке они сойдутся с действующими чемпионами России, с сильнейшими бойцами-баскетболистами и, главное, серебряными призерами Олимпийских игр в Токио. Команда «Гагарин» – она серебряный призер Олимпийских игр. Очень, конечно, конкуренция очень большая. Мне очень всегда интересно смотреть это и участвовать в этом тоже. Здесь все очень быстро. Во-первых, есть нападение на то, в защиту. И очень надо быть готовым к этому физически, выносливость и все. А в плане жесткости тут больше контакта. Тут меньше места, больше контакта. Посмотреть на сильнейших игроков 3 на 3 нашим болельщикам удалось благодаря тому, что с этого года РФБ внесла корректировки в структуру чемпионата. Менялась система чемпионата нашего. То есть, если в прошлом году у нас было так, что сильнейшие команды иногда были разделены на два разных города, то до финала это происходило, и они могли встретиться только уже в финале, собраться все сильнейшие вместе. Но в этом году мы поменяли систему, и теперь тандем – это собрание лучших команд. Поэтому сейчас на этом турнире играют самые сильные команды в России. В первый игровой день родникам нанесла поражение казанская команда «Хелитап». Соперник оказался во всех смыслах на голову сильнее «Живчан». Определились победители среди женских команд. Ими стали баскетболистки из Санкт-Петербурга. А как раз в эти минуты идет борьба за первое место среди мужских команд. И в продолжении темы команда «Купол Родники» провела свой очередной выездной матч в рамках Национальной Суперлиги-1. Встречались «Живчане» в Новосибирске с местным одноименным клубом. В этом матче сильнее оказались хозяева паркета. Они выиграли у «Живчан» со счетом 75-56. 27 января – домашняя игра. В гости к «Куполу» приедет команда «Темп» Сумс УГМК. В это же время в Воронеже стартовал шестой тур чемпионата страны высшей лиги «Б» среди женских команд. В первой встрече с местной командой волейболистки «Толмаз» из ГТО держали победу со счетом 3-2. Впереди игра с клубом из Брянска. Напомним, сейчас турнирная таблица «Живчанки» занимают третью строчку. На первых двух – Череповецкая, Северянка-2 и команда из Мурома. Теперь биатлонная весть. С юниорского первенства Европы в Словении, где отличился наш земляк Евгений Эмирхонов в паре с Анастасией Гришиной, он выиграл серебряную медаль в одиночной смешанной эстафете. Еще один уроженец Удмуртии – Александр Корнев – был седьмым в смешанной эстафете. 22 числа в программе «Спринт» 23-го пасют. А 26 января в немецком арбере будет дан старт чемпионату Европы, где выступит в составе сборной России наш Александр Поварницын. В программе турнира индивидуальная гонка «Спринт» пасет смешанная эстафета и сингл-микст. Меняем тему. Креативно, активно, массово. Чемпионат СПО удивил не только самих участников, студентов колледжей, техникумов Удмуртии, но и их болельщиков новым форматом и необычным подходом, казалось бы, к обычным соревнованиям. В чем новизна, расскажет Анна Каверзина. Виктор Кузьмин – будущий преподаватель физкультуры. За спорт и душой, и телом. Студент Царапульского педколледжа очень переживал, успеют ли девчонки из его команды уложиться в нормативы ГТО. Самое трудное – это дежур на гребли. Первому участнику очень тяжело. Нужно пройти первый круг и сразу идти на греблю. А ноги забиваются, на втором кругу тоже не успевают отдохнуть. Это самое тяжелое. Нормы ГТО в этом году на спартакиаде студентов колледжа и техникумов прошли в формате кроссфит-тренировки. Полсотни команд со всей Удмуртии бежали, гребли, кидали митболы, поднимали гири, прыгали на скакалках. А на соседней площадке – уличный баскетбол. Студенты в этом году мяч в кольцо бросали не в классическом формате, а более контактном. Тем более, что баскетбол 3 на 3 стал теперь олимпийским видом. Новый формат спартакиады, по замыслу организаторов, должен заинтересовать молодежь. В этом году по инициативе главы Удмуртии Александра Владимировича Бричалова этот проект полностью перезапущен. И теперь это не спартакиады, а это чемпионат СПО, в котором будут более современные виды спорта, которые ближе людям, ближе участникам. Это будут лучшие площадки спортивные. И за счет этого мы хотим дать больше эмоций, чтобы участники хотели и выстраивались в очередь, чтобы здесь принимать участие в этих играх. А команда Ярского политехникума приехала взять реванш на спартакиаде СПО. В прошлом году они стали вторыми. На этот раз переживали, успеют ли с корабля на бал. Первые игры у ребят стартовали почти сразу по прибытию из Яра. Волновались зря, одержали победу над соперником из Можги. Мы ехали с Яру, долго ехали, утром рано выехали, не выспались. Думали, что сейчас проблемы будут перед игрой. Но почувствовали уверенность. Первые очки мы забрали себе и потом взяли всю игру в наши руки. И не отдавали мяч к сопернику. Сейчас на площадках идут завершающие испытания. По их итогам станет известен самый спортивный колледж или техникум, команда которого отправится на всероссийскую спартакиаду СПО. И анонс выходных. 22 января в спортзале «Торпедо» пройдут республиканские соревнования по спортивным танцам. В 11 спорткомплексы «Динамо» определят сильнейших финалисты чемпионата первенства Удмуртии по боксу. В 12 дня на стадионе «Зенит» пройдут автогонки. 23 числа выявят лучших участники Кубка Удмуртии по бадминтону, а также дартсмены на традиционном рейтинговом турнире. А на комплексе «Демидова» за награды Кубка страны поборются биатлонисты. Начало гонок в 11. На этом я с вами прощаюсь. До свидания.